МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы подробно познакомимся с этим проектом. Стихийная свалка на месте детской площадки. Жители многоэтажки уже полгода ищут ответственных за уборку. Он доходит сюда, метет вот здесь около дома, сюда не подходит. Он говорит, что это не моя территория. А чья территория, неизвестно. Вместо долгих официальных речей – селфи с ректором родного вуза. В ДГТУ прошло необычное посвящение студенты. И что буду делать, когда стану инженером? Мне сказали пару лет, и, боже, станешь новым мэром. Начнем с главной новости дня. Михаил Чернышев уходит с поста мэра. Эту информацию уже подтвердили в пресс-службе администрации города. Известно, что ростовский городоначальник не закончит свою карьеру, а продолжит ее в правительстве области. Как признался журналистом сам Чернышев во время сегодняшней уборки Донской столицы, губернатор сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться. Мы оговаривали с губернатором только такие определенные принципиальные моменты. Еще деталей предстоит немножко поработать. В основном это будут вопросы внешнеэкономических связей ростовской области. Это вопросы, связанные с, может быть, таким развитием ростовской агломерации. Потому что мы давно говорим о Большом Ростове. Мы говорим о том, чтобы нужно создавать нормальные экономические условия, чтобы он хорошо развивался. Есть определенные посылы и наработки в этом направлении. Хотелось бы их систематизировать и сделать так, чтобы экономика и территории области, и территории города была бы наиболее привлекательной, чтобы не было никаких преград. Скорее всего, нынешний мэр Ростова будет курировать внешнеэкономические связи региона. Добавлю, на следующей неделе состоится внеочередное заседание Гордумы. Депутатам предстоит решить вопрос об избрании и главы города, и сети менеджера уже по новой утвержденной системе. Количество авиарейсов из Ростова в Москву может увеличиться. Руководство ведущего российского авиаперевозчика Аэрофлот пообещало проанализировать свои возможности в этом направлении. Об этом глава компании Виталий Савельев рассказал во время деловой встречи с заместителем губернатора области Александром Гребенщиковым. Разговор коснулся и темы строительства Южного хаба. Такой город, как Ростов-на-Дону, обязан иметь современный первоклассный аэропорт. Мы сегодня более подробно познакомимся с этим проектом. И, безусловно, мы попробуем, как Аэрофлот, как наша дочка Донавия, все-таки сделать из этого аэропорта региональный хаб. И если это удастся, конечно, это повысит и мобильность населения региона, и это позволит и нам более серьезно присутствовать в этом регионе. Все зависит, наверное, от наших издержек на инфраструктуру. И, соответственно, если мы обеспечим необходимые требования качества, то Аэрофлот нам окажет существенную помощь хотя бы даже в базировании. Наверное, это главные условия, которые мы хотим и просим совместно с Аэрофлотом. Партнеры также обсудили возможность расширения парка самолетов компании и увеличения зарубежных авиарисов из Донской столицы. Окурки и бутылки вместо песочницы. Маленьким ростовчанам из многоэтажки на улице Селиваново, 49, приходится играть посреди мусора. Родители бьют тревогу. Детскую площадку не убирают уже полгода. Ответственных за маленький уголок для малышей найти оказалось не так-то просто. В ситуации разбиралась наш корреспондент Виктория Щетинина. Здесь мало, где можно играть и не очень красиво. Замусоренную площадку сложно назвать красивой. Окурки, бутылки, упаковки от продуктов пугают не только детей. Родители стараются водить на прогулку своих малышей подальше от злачного места. Дети перестали тут играть по простой причине, что здесь ничего не убирается. Все заросло травой. Бутылки, окурки. Очень много окурков уже собралось за полгода, наверное. И дети ходят в парк гулять Островского. Постоянно здесь алкоголики пьют, сидят. Уже полгода на площадке никто не наводил порядок, говорят жители дома номер 49 на улице Селиваново. Дворники попросту не доходят до детского объекта. Дворник убирает там дальше, ту территорию по улице. Он доходит сюда, метет вот здесь около дома, сюда не подходит. Он говорит, это не моя территория. А чья территория, неизвестно. Я задавала вопрос мастеру, который занимается этими дворниками. Она мне отвечает так, найдите мне дворника. Светлане Витальевне пояснили, с дворниками напряженка. Но захламленная территория не единственная проблема. Заброшенными оказались и качели. Краска облупилась, детали начали отваливаться. Ржавые качели, ржавые каталки. У меня вторая внучка, ей три годика, ей хочется играть. И очень трудно остановить ее от того, чтобы она не шла на эти объекты для игры. А в результате получается, что травма может быть очень серьезная. В чьем ведении находится площадка, мы пытались выяснить в управляющей компании. Но дозвониться до ЖУ-2 так и не удалось. Пока жители ищут ответственных за чистоту и порядок на игровых метрах, а мы ждем ответа, дети продолжают гулять в соседних дворах и близлежащих парках. Виктория Щетянина, Владимир Дудник, Южный регион.Инфо. Этой осенью Ростов станет столицей престижного международного конкурса модных дизайнеров и модельеров «Подиум». Победитель получит не только признание высокого жюри, но и денежное вознаграждение. Мой коллега Эдуард Раткевич побеседовал с координатором самого стильного соревнования. Здравствуйте, я Эдуард Раткевич. Сегодня в нашей студии координатор международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Подиум» Наталья Савельева. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько мне известно, несколько дней осталось до старта 12-го уже международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Подиум». Расскажите, пожалуйста, история довольно большая, с 1997 года ведется. Расскажите, как так получилось, что конкурс на такой международный уровень вышел и до сих пор держится? История этого конкурса еще более глубокая. Все начиналось с первого набора конструкторов швейных изделий, который состоялся в 1981 году, тогда еще в Шахтинском технологическом институте бытового обслуживания. И на четвертом курсе, когда потребовалось защищать курсовую работу по композиции костюма, действо защиты превратилось в праздничный фейерверк, который был повторен для всего вуза фойе первого корпуса. И по решению ректората мы с этими костюмами, а я в том числе была у этих студентов, отправились и попали в культурную программу 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов Москвы. Далее, увидев, как народ принимает, вот это непонятно что, потому что костюмы, одежду не напоминали никаким образом. Это были творческие замыслы под девизом «Дом, город, башня, ваза, цветы, колокол». Ассоциации. И сделаны были из того, что было под рукой. То есть в повседневной жизни носить это было невозможно, в принципе? Это было вообще непонятно. Ну, было несколько совершенно платьев расписанных в стиле батика и все. Все остальное – это бязь, нагромождение, это краски, гуашь, это елочные игрушки. Но между тем все смотрелось очень интересно. Это были действительно творческие замыслы будущих конструкторов и модельеров. Из этого возродился дизайн-театр, у которого очень большая история. Он проехал в свое время всю территорию от Калининграда до порта Ванина. Выезжал со своей культурной программой за границу. Насколько мне помнится, Болгария, Венгрия, Германия. И потом, когда уже все вроде бы пошло на спад, мы два года успокоились и поняли, что нам чего-то не хватает. В 1997 году мы организовали первый региональный конкурс молодых модельеров и дизайнеров. И решили назвать его «Подиум». Провели его в шахтах. Провели настолько интересно, и к нам приехали все студенты из Южнофедерального округа, который мы сейчас называем. Далее мы уже решили провести все российские. А в 2002 году решили замахнуться на международный. Получилось, и начали выезжать за границу. Мы проводили конкурсы в Шарм-Аль-Шейхе, в Египте, в Брно, в Чехии, в Узбекистане, в городе Ташкент. Конкурс всегда имеет огромный фурор. Он всегда фееричен. Он всегда имеет прекрасные отзывы. И от участников, и от членов жюри, и от приглашенных гостей. Вот поэтому мы решили его продолжать. И последних два конкурса мы проводим в своем любимом городе. Это хорошо. Скажите, в этом году география участников какова, откуда приехали? От Владивостока до Владикавказа. Плюс Алма-Ата, Бешкек, Юхань, Луксор. Все, что касается внутри нашей страны. Москва, Орел, Пенза, Елец, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Пятигорск. По-моему, есть что-то. То есть, большой. Ну, как я сказала, Владивосток. То есть, охват по всей стране практически. Нас любят, нас знают, к нам всегда стараются приехать. Ну, скажите, пожалуйста, участвуют все-таки начинающие модельеры или есть уже опытные какие-то именитые дизайнеры? Как в этом плане все работает? Именитые дизайнеры сидят только в жюри. Вот так. Конкурс действительно делается только для начинающих. Это студенты вузов, СУЗов, колледжей, институтов. Самые-самые молодые не делают первые шаги. Мы зажигаем звездочки. Но, правда, мы потом и следим за их дальнейшим светилом на небосклоне. Вот скажите, пожалуйста, действительно, с дальнейшей судьбой победителей или тех, кто получил хорошие оценки жюри, что с ними происходит дальше, действительно? У нас в СИДПЛА практика зачастую наши победители и лауреаты отправлялись на стажировки в европейский домомод. Клод Бенучи, Дом моды Славы Зайцева. Более 20 человек, в принципе, прошли стажировку в Италии, во Франции, в России. И мы знаем, что очень многие люди сейчас имеют собственные предприятия. Валерий Пантон в Англии. Есть у нас и во Франции собственные владельцы бутика. Один из выпускников, он победитель последних конкурсов, обладатель очень высоких, престижных наград Степан Казявин. В настоящее время является главным дизайнером спортивного бреда Умбра в городе Москва. И в этом году он уже будет сидеть в жюри. Вот так вот. Это обязательно участники, я имею в виду, да? Это обязательно из каких-то вузов, где как-то искусство позиционируется? Или это любые абсолютно вузы и участники просто от их желания зависят? То есть без образования определенного? Как вот складывается? Если сердце лежит, если руки умеют, если очень хочется. У нас есть такая номинация «Свободные художники». Они могут до 25 лет, пожалуйста, принимайте участие, мы всегда вам рады. Все, что касается ДАЛИ, это специализированные, конечно, вузы, где есть соответствующие кафедры, соответствующие направления подготовки всех специалистов. То есть это вся индустрия моды. Что касается номинации конкурса, какие есть? Ну, по традиции существует, конечно, 4 классических номинации. Это «Протопорте», это «Креатив», это «Де Делюкс» и это «Фольклор». А дальше мы добавляем свои собственные, и уже теперь уже традиционной номинацией стало «Арт-дизайн» и «Обувь и аксессуары». В этом году мы еще добавили номинации «Деним» и «Лайфин Спорт». То есть довольно много. 9 номинаций. Победитель только один, насколько я понимаю. Гран-при – один. Это 80 тысяч рублей. Неплохо. Неплохо. Для молодого начинающего это очень неплохо. В каждой номинации есть свои призовые места, лауреаты, и они тоже подтверждаются соответствующими подарками, сертификатами. Ну и плюс очень много мелких приятных сюрпризов от наших спонсоров и партнеров, за что любят наш конкурс. Практически всегда все уезжают с хорошим настроением. Вот за годы проведения конкурса сложились ли какие-то, я не имею в виду номинации, какие-то традиции, которые обязательно должны состояться, какие-то, не знаю, грубо сказать, ритуалы или обряды, но возможно что-то вот в этом плане есть, может быть какой-то обряд посвящения в дизайнер или что-то такое. Вот скажите, пожалуйста, есть что-нибудь такое у вас? Ритуалы, обряды, наверное, их нет. Есть постоянно и традиционно. Это наша огромная любовь к тем людям, которые к нам приезжают. И нас всегда радует их преданность, их желание приехать на наши конкурсы. Это первое. Второе. Наш конкурс проходит всегда в череду дней. К сожалению, опять-таки в этом году мы впервые его сократили до трех дней. Один технический начальный и два дня конкурса. Обычно мы старались выходить на неделю, чтобы показать хорошую культурную программу всем нашим участникам. Это то, что из традиции. Ну и, конечно, у нас есть своя традиция. Конкурсное дефиле есть конкурсное дефиле. Оно вроде как рабочее для жюри, но для всех это праздник. Все, что касается награждения призами зрительской симпатии, это идет отдельным пунктом. И галопоказ, феерия, шоу – это заключительный акцент всего праздника. Вот скажите, вы говорили уже о жюри. Кто еще в состав жюри попадает? Может быть, имена какие-то назовете? За все годы или только сейчас? Ну, хотя бы в этом году. В этом году у нас два сопредседателя жюри, получается, два. Человека, которые в мире индустрии моды имеют, наверное, высочайшие авторитеты. Это Александр Хелькевич. Человек, который соорганизовал вместе с Вячеславом Михайловичем Зайцевым Академию индустрии моды. Ведущий международный аналитик моды. Мы, наверное, с гордостью можем сказать, что это уже теперь наш друг, потому что на очень многих последних конкурсах Александр всегда рядом с нами. И сопредседатель Уна Салих Абдальмуати. Это город Луксор, университет изящных искусств, Египет. В конкурсе будут представители лучших российских школ моделирования из вузов. Есть такие номинации. Есть члены Национальной Академии индустрии моды, Ольга Коростова, в частности. Мы можем сказать, что есть у нас замечательнейший человечек. Он профессор двух государств России и Китая. Виктор Кузьмичев. В мире подготовки специалистов для индустрии моды, это, наверное, величина номер один или два. Таких людей можно просто сосчитать на пальцах одной руки. Ну и наши молодые лауреаты, заслуженные, несмотря на свой возраст, модельеры, которые сейчас прекрасно работают в ведущих брендах. Скажите, в этом году что вы ждете от конкурса? Как вы считаете, какое количество звезд все-таки получится в этом году зажечь? В этом году мы немножко провели конкурс уже не в той традиционной для себя форме. Мы провели заочно полуфинал. Это были отборочные туры на зональных, региональных конкурсах соответствующих. Поэтому к нам приезжают на финаль всего лишь 85 коллекций. Для нас это как бы маловато. Обычно мы всегда приглашали всех. И это было более 150 коллекций. В этом году решили, сократив сроки, улучшить качество самого конкурса. Это, наверное, первое, что в этом году из нового, нетрадиционного. Да, наверное, и все. А ждем мы только одного. Мы ждем новых звезд. Мы ждем праздника молодости, радости, таланта. Мы ждем общения со старыми друзьями, которые к нам приедут не в первый раз. И мы ждем тех, кто к нам приедет впервые. Ну что ж, время нашей программы подошло к концу. Спасибо, что пришли в нашу студию. Я надеюсь, что действительно новые звезды обязательно появятся. Я, Эдуард Траткевич, с вами прощаюсь. Успехов в делах вам. До свидания. Вместо строгого дресс-кода – яркие костюмы и разрисованные лица. Вместо долгих официальных речей – так называемое селфи с ректором родного вуза. В ДГТУ прошла необычная церемония посвящения в студенты. Чтобы не отставать от вновь пришедших первокурсников, ее решили провести в стиле яркого и веселого пикника. За праздником креатива и молодости наблюдали наши корреспонденты. Друзья, вы студенты какого вуза? ДГТУ! Когда студенческие билеты в карманах, об этом они могут кричать на весь Ростов. От радости на церемонии посвящения новички ДГТУ пляшут и даже поют на злобу дня. И что буду делать, когда стану инженером? Мне сказали пару лет, и, боже, станешь новым эромом. В этом году крупнейший технический вуз Юга России принял 8,5 тысяч первокурсников. Абитуриенты приезжали со всей области. В числе поступивших студенты из Краснодара, Ставрополя и регионов совсем не ближних. Очень мне понравилось, впечатлило здание. Очень огромное. И мне понравилось, что все вместе. Все факультеты, они находятся все вместе в одном здании. Потому что это как одна большая семья. Это очень огромный вуз. Здесь очень много хороших преподавателей. Здесь можно раскрыться во всех направлениях. Это и творчество, это учеба. Своих студентов ректор называет самыми творческими и креативными. Чтобы не отставать от молодых, официальную церемонию посвящения решил оставить в прошлом. Технически подкованный, глава технического вуза знает, как попасть в топ Инстаграма. С правой стороны не аплодирует, поэтому снимать будем. Значит, отчислено, отчислено. Улыбаемся, друзья, улыбаемся громко. Это самый лучший вуз. На студенческом пикнике, игры, конкурсы, песни-пляски и, конечно, вкусные угощения. Но свой главный подарок новички уже получили. В этом году ученый совет во главе с ректором принял решение повысить стипендию первокурсникам-инженерам в два раза. Продолжайте следить за развитием событий на нашем портале rostovlife.ru. Присылайте свои фото и видео. А я прощаюсь с вами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин